Добрый день, меня зовут Брыкина Ирина Николаевна, у меня двое детей. Хотелось бы понять, как правильно и в каком направлении развивать детский центр. Всем привет! Я Настя, это мой сын Дима. Мы бы хотели открыть онлайн-школу по звуко-режиссу и электронной музыке. Здравствуйте, меня зовут Яна Брыш, у меня двое детей, и я уже открыла свое дело. Это авторская школа, студия макияжа и стиля МАК и собственный бренд одежды Брыш В.А. Яна Брыш, креативный стилист, визажист, основала авторскую школу-студию макияжа. Победитель международных, федеральных и региональных конкурсов визажистов. Мы проведем с ней день и узнаем, каково это быть мамой в деле. Дома. Я вообще практически не бываю. Дети тоже мало дома находятся. В основном они тоже в садике, в школе. Редко мы бываем дома. Убраться там, приготовить, конечно, это все здорово, это классно, но это любой может. А у меня интересы, они вовне. Я чувствую вот огромный потенциал, меня распирает, просто мне хочется это делать. Племянница в гостях. Троя, привет, мой дядя Лиза, привет. Вот у нас трое детей. Две внучки, два внука. Бывает, что всех собираю в одно место, куда девать малышку. У него, да, семейный детский сад получается. Керамию я могу с собой брать, в принципе, по делам. Он часто со мной и на съемках иногда присутствует, а вы в студии. И вообще, я даже иногда даю телефон или фотоаппарат, и прошу снимать встреч происходящего. С Левой, конечно, посложнее. Конечно, бабушка, когда в садике не работает, или когда вовремя дети выручат, вся нагрузка на бабушку идет полностью. Помочь нашим деткам, девочкам, моим надо, потому что они уже нужно работать, чтобы содержать семью. Честно говоря, себя успокаиваю, не знаю, свою совесть тем, что вот первые 2 и 8 года мне не к чем придраться. То есть я 100% все свое внимание посвящала Яромиру. Да, здесь ему как бы больше повезло. А у Левой, получается, только он родился, ему было 3 месяца, когда мы с подругой открыли дело. Это одежда для подружек невесты. Мы сшили линейку одежды, сдавали в аренду, продавали. Крой на лету схватывала по фигуре, раз-раз на иголочки посадят, потом прострочит, и все, по фигуре красиво. Все это легально, но просуществовало это не так долго, потому что в 2015 году я переезжала из Омска в Краснодар. И на момент переезда мы продали эту компанию. Я-бренд решает сразу несколько целей. Во-первых, он позиционирует бизнесмена как профессионала в определенной области. Во-вторых, помогает отстроиться от конкурентов, потому как личный бренд – это всегда индивидуальный подход к бизнесу. Ну и в-третьих, создание Я-бренда повышает лояльность клиентов. Создание Я-бренда подойдет практически в любой отрасли. Здесь есть только два узких места. Первое. Если вы решили создавать личный бренд, то есть позиционируете себя как профессионал, вы должны понимать, что рынок сегодня очень динамично меняется. Все изменяется в разные стороны. Поэтому вы должны быть уверены в том, что у вас найдется время на профессиональный рост. Вы не можете позиционировать себя как специалист в определенной области, если ваши знания устарели на год или два. И второй важный момент. Создавая личный бренд, вы делаете шаг навстречу клиенту. Вы говорите, что вы отвечаете своим именем за качество услуги. И, соответственно, при возникновении спорных моментов личный бренд, как правило, встает на сторону клиента в большей части, в большей степени. Поэтому, создавая личный бренд, вы должны быть готовы к такому точечному общению с клиентом и, не боюсь этого слова, к премиальному сервису. Наверное, не всем нужен я-бренд. Наверное, он нужен тем, кто на первом этапе будет с собой, своей харизмой двигать свой бизнес. Таким людям точно нужно. Если они чувствуют в себе потребность, возможность, если они слышат от окружающих оценку себя как человека харизматичного, умеющего быть лидером, тогда да, я-бренд – это ваша история, и вы поможете своему бизнесу. Но существует масса примеров, когда человек талантлив и создает гениальные произведения, это может быть товар или услуга, но при этом внешне не готов к публичности. К выступлениям, к мероприятиям, к тому, чтобы рассказывать много раз разным людям о том, чем он занимается. В этом случае я-бренд, наверное, навредит. Когда я вернулась из Краснодара, жажда что-то делать, она вот как-то сохранилась. Она сначала не понимала, что ей так это как-то профессией будет. Просто как хобби. Шьет – получается, рисует – получается. Когда я ушла в декрет, уже у меня появилось свободное время, возможность больше посвятить время тому, что мне действительно нравится. Обратила внимание, что тема красоты, она начала набирать обороты. Когда ты знаешь, что ты можешь больше, и когда тебе дано что-то от природы, тогда ты получаешь действительно удовольствие от того, что ты делаешь. Бум! Такой бьюти-индустрии произошел. Это был вот конец 2010 года. Я узнала, что есть такое понятие как визажисты, что это не только где-то в Голливуде или еще где-то в Париже, а что действительно визажисты есть в нашем городе. Я решила попробовать, пошла на курсы. Я выросла в семье очень творческой. У меня есть две старшие сестры – художники. И мама – художник. Я окончила худограф, она была нашей моделью. Свой институт она тоже прошла вместе с нами, можно сказать, закончила худограф. Мы с сестрами очень часто занимались креативом домашним, вот прям с детства. Пыталась на ней какой-то в детстве будиар делать что-то такое, потом она пыталась на своих подружках повторить подобное. У меня было два драматина, две собаки. Они любили их еще и наряжать. Все собачки терпеливо все это сносили. До этого у меня была такая среднестатистическая обычная работа на кого-то в компании. Я строила карьеру. Я вот стала думать насчет своей студии собственной, то есть вот с осени 15-го года. Но открыть ее получилось только летом 16-го. Каждый раз, когда я сужусь на диету, я хотела бы дойти до конца. Хотите избавиться от лишних килограммов без вреда для здоровья? Нужно похудеть не быстро, нужно похудеть качественно и надолго. Мы расскажем вам о главных ошибках на этом пути. Да похудеть проще пареные репы. Исследуем реальность и разоблачаем мифы в программе «Человек худеющий». Как отыскать нужный аксессуар? Сара Джессика Паркер имеет в своем гардеробе Павлова посадские платки. Эволюция любимых вещей сквозь призму времени. Первый стандарт платка появился еще в 18-м веке. Телепроект для модниц «Вещь в себе». Новые выпуски каждый понедельник в Омском эфире телеканала «Продвижение». Оливье. Наша классика, наша легенда. Раньше было вкуснее. Чем выше горочка, тем правильнее подача. Как приготовить блюдо из нашего советского прошлого? В чем секрет кулинарных достижений СССР? Кофе подавали в конус стакана. Телепроект для гурманов «Вкусно по ГОСТу». Изременный помощник позволяет четко видеть миллионам человек. Почему в кофейне пахнет карамелью? Это плавится сахар в бабах. Кто-то почувствует горький шоколад или грейпфрут. Чем закаленное стекло отличается от обычного? Такое стекло прочнее обычного в пять раз. Сломать его, как шоколад в руке, уж точно не получится. Свойства привычных вещей и явлений в телепроекте – это работы. Новые выпуски каждый вторник в Омском эфире телеканала «Продвижение». Первые клиенты появились, конечно, это были просто знакомые, которые рискнули попробовать. Дальше это Сарафанное радио. Масштабируется это все сейчас через интернет. И различные проекты творческие прежде всего. Мне хотелось именно студию открыть по той причине, что у меня было очень много проектов разъездного характера. И мне нужно было очень много с собой всего возить. Мне хотелось уже, чтобы это было какое-то место, где все, вот эта вот огромная косметика и вещи, там все-все-все, да, что я использую в работе, чтобы оно было стационарным, мне было комфортнее просто работать в таком формате. У некоторых есть такое вот непонимание. Еще одна парикмахерская здесь открылась. У нас именно идет глубокое понимание стилистики, такое серьезное отношение к макияжу, серьезное отношение к прическам и к тому, как образ способен трансформировать не только внешность человека, а и внести какие-то более глубокие трансформации в его жизнь. Это не просто бизнес, это не просто школа. У нас действительно философия красоты. Вот такой вот глубокий подход. Стартового капитала какого-то не было вообще. То есть там, ну, грубо говоря, какие-то там 20-30 тысяч, вот просто те, та сумма, которую я свободно могла куда-то располагать. Базово это было вот первое, да, помещение, на которое я решилась. Стремилась и как-то вот сумела. Так получилось, что вот очень удобный, удобный вариант мне предложили. Там 46 квадратных метров, оно из двух комнат состоит. Базово там стены вот под покраску, двери симпатичные. То есть это уже было. То есть единственное, что там пришлось сделать, просто стены обновить, покрасить, и все остальное сделано как бы своими руками. То есть там декоративная какая-то штукатурка. Поэтому каких-то больших затрат на самом деле нет. Нужно было просто там купить зеркала, кресла, стеллаж в начальном этапе. Сначала не было, допустим, там каких-то какого-то оборудования, там кольцевой лампы, например. То есть сначала без этого работало. Потом постепенно уже возможность появилась кольцевую лампу приобрести. Один из моих знакомых тоже недавно сказал, ну у тебя же элитная профессия, она требует, она очень дорогостоящая. То есть на самом деле да. Если собрать вот просто косметику, которая есть в студии, это столько денег, если мы хотим поддерживать статус самой трендовой такой вот команды, обязательно нам нужно следить за модными тенденциями, быть в курсе новых техник и, конечно же, владеть новыми самыми средствами. Люди, которые приходят к нам в студию, они там спрашивают, а вы знаете, там вышло новое какое-то средство появилось, вы пробовали его или нет. И для них это показатель. Если мы его пробовали, да, то мы, значит, вот актуальные и современные, и мы в теме. Если нет, значит, как бы мы где-то уже упускаем, отстаем от каких-то тенденций. Она была успешным руководителем. Если ты имеешь навык успешного руководителя, то у тебя 100% получится планировать свои дальнейшие действия в бизнесе. Основные расходы вот на сегодняшний момент – это аренда, расходники, зарплаты, но и, наверное, самое такое большое продвижение как раз-таки реклама. То, на что я осознанно больше всего средств вкладываю сейчас на данный момент. Я думаю, что процентов 30, наверное, сейчас вот именно идет на продвижение. В долгосрочной перспективе может дать очень хороший эффект, результат. Во-первых, нужно разобраться с целевой аудиторией. Для кого вы создаете личный бренд? Кто будет потребителем? Составьте список ценностей, которые есть у потребителя, и подумайте, как эту ценность донести. Приведу пример. Если вы решили заниматься, скажем, крафтовой косметикой, натуральной, или производите любые товары в ниши, экологичные товары, это означает, что ваш бренд должен быть нацелен на тех людей, для которых экология и натуральные материалы превыше всего. Соответственно, и в логотипе, и в продвижении вы должны использовать эту концепцию. Она включает в себя натуральные цвета, мягкий подход и очень вежливое качественное общение с потребителем. Еще один важный аспект создания личного бренда – это внешний вид человека, который бренд продвигает. Приведу пример. Те девушки, которые работают в сфере экспертности, а именно юристы или финансисты, преподаватели, бизнес-тренеры всевозможного уровня, они позиционируют себя как специалист в определенной области, и презентуя товары и услуги на широкую аудиторию, они должны и выглядеть соответствующе. Живу в этой сфере, то есть никаких дополнительных источников дохода или еще чего-то нет. Это и кормит меня, и детей, и мамы немножко помогают. Не могу сказать, что я сейчас слишком много забираю из этого. То есть только так, чтобы мне удавалось, хватало, скажем так, на жизнь, а в основном все я вкладываю, вкладываю дальше в развитие. Сначала это было очень как бы стрессово и тяжело, и даже первое открытие, оно было у меня не самостоятельно, не всю студию я вот сама держала. То есть сначала мы как раз вместе с сестрой. На сегодняшний день полностью помещение мое, уже, конечно, обкупается, уже как бы вопросов нет с этим. Студия теперь уже и без меня, в принципе, может функционировать. К этому шла я прям счастлива. И она всегда не останавливается, она хочет чего-то лучше, чего-то больше. Требовались средства на большие шаги, на какие-то рывки, и этими рывками всегда являлись участия в конкурсах. На такие вот цели мне приходилось брать кредиты, порядка 200 тысяч для того, чтобы принять участие. Берешь кредит, едешь, возвращаешься и уже пожинаешь плоды этой поездки и очень быстро как бы его закрываешь. Когда ты растешь как профессионал, спрос вырастает, и, конечно же, творческие проекты появляются. Вот были Невские берега участников со всех стран были, но почему-то у ней получилось вот так, что выделят среди всех. А ведь у ней был грудной ребенок на руках. Двезда – это певец там, например. Но она просто знаменитая. Была цель, да, кем я себя вижу, там, например, через пять, через десять лет. То есть я себя хотела видеть именно экспертом в этой области, я хотела именно быть преподавателем по большей части. Стали появляться запросы на то, что девушки приходили на образ, например, и говорили, а вы не обучаете случайно макияж? Я бы хотела научиться сама делать. У меня такая мечта, там, и так далее. Мне казалось, что вот это очень серьезно, и вот так вот просто взять и придумать – это очень сложно, это очень такая объемная работа. И я все-таки села и прописала программу, и запустила. Поняла, что это все вообще очень, ну, как бы здорово заходит. Что-то как кейси мы там, это, ну, как за кожей ухаживать, макияж для себя, вечерний макияж, утренний макияж, там, все такое. Тут же стали вопросы о том, а больше еще можете рассказать? Ну, а хотелось бы вот именно, тоже хочу быть визажистом, тоже хочу научиться вот чему-то такому уже более продвинутому. И через несколько месяцев я уже написала программу для профессионального курса и запустила обучение. Основной поток клиентов, он идет именно через интернет. Социальные сети, там, Инстаграм, вот, больше всего. Через онлайн-обучение, видеоуроки, сейчас как раз онлайн-марафон. В этом году вот мы попробовали запустить, сейчас идет третий поток, и я вижу, что, да, это очень востребовано людьми. Интересно, что для меня это проще, то есть это менее энергозатратно. Не требуется уже такое большое помещение, не требуется такой расход, там, косметики какой-то дорогой. Сейчас мы всерьез думаем о том, чтобы вот это вот направление развить. Меня больше интересует вот такое более Лёва. Ты почему тут? Это что такое? Подожди, через часик. Не хочется быть кукушкой, да, и нужно находить баланс. Это очень тонкая грань такая, очень-очень, очень такая тема, конечно, больная. Она знает, что если с мамой, значит, то нормально. Иногда бабушка не может, а у меня стоят уроки. Я беру их обоих с собой, Илёву и Рамира, и они во второй комнате сидят, играют, и у меня все уже ученицы, они удивляются, как у вас дети так себя разумно ведут. И хреной, они на самом деле просто уже привыкли, уже приучены к этому. Мне вот в этом плане повезло, они очень разумные, такие понимающие, они всегда мне помогают. Палисосю, полу иногда мою, а еще я очень люблю мыть окна и зеркала. Дети счастливы, значит, все хорошо. Оливье. Наша классика, наша легенда. Раньше было вкуснее. Чем выше горочка, тем правильнее подача. Как приготовить блюдо из нашего советского прошлого? В чем секрет кулинарных достижений СССР? Кофе подавали в бонус стакана. Телепроект для гурманов «Вкусно по ГОСТу». Взренный помощник позволяет четко видеть миллионам человек. Почему в кофейне пахнет карамелью? Это плавится сахар в бабах. Кто-то почувствует горький шоколад или грейпфрут. Чем закаленное стекло отличается от обычного? Такое стекло прочнее обычного в пять раз. Сломать его, как шоколад в руке, уж точно не получится. Свойства привычных вещей и явлений в телепроекте – это работает. Новые выпуски. Каждый вторник в Омском эфире телеканала «Продвижение». Учу тому, чтобы он не чувствовал свое личное пространство и разделял со всеми все. Это же хорошо, уже делится. Кому хорошо? Как ответить агрессору? Переломить спор в свою пользу. Можно начать плакать, можно начать смеяться, можно начать вспомнить, что, блин, а что же на этого вот заразу злюсь? Психологические эксперименты. Беседы с экспертами в студии. А есть какие-то специальные позы, стоп-слова? В программе «Не стандартно и легко, а психологии». Новые выпуски. Каждую среду в Омском эфире телеканала «Продвижение». На очередном конкурсе стилистов и визажистов я готовила наряды просто сама. То есть я сама их сшила, сама придумала. И это было очень-очень тепло встречено жюри и участниками конкурса этого фестиваля. В 2018 году я запустила собственный бренд, который содержит в себе такие наряды, волшебные платья, блузки. Ну, я думаю, будет много чего еще, потому что пока это только старт. Концепт «Городская принцесса». Для таких смелых, дерзких, юных, нежных. Немножко такое, может быть, не повседневное, да, это одежда. Либо на выход, либо творческой жизни, скажем так. Необычное, но молодые. Пусть раз нравится, пусть это же хорошо. Это же для радости, для веселья. Там ульгарного ничего нет такого. Все это так прилично. В то же время необычно. В какой-то момент, когда было очень много работы, вот непосредственно такой, которую нужно выполнять, там, с утра до вечера, например, преподавать или оказывать, да, какие-то услуги, я стала понимать, что у меня не идет продвижение. То есть, да, вот я, например, в ритме работы работаю, там, вот прям вот таком диком, и когда этот запал заканчивается, есть провал. В этот момент я поняла, что, как бы, по-хорошему нужно, чтобы был какой-то человек, который бы поддерживал и именно занимался ведением вот этих вот всех вопросов. На данный момент это маркетолог и несколько преподавателей, стилистов в студии. Появилось ощущение такой команды, и меня это вдохновило или как сподвигло, да, на еще большее развитие. То есть, мне захотелось добиваться больше и развивать компанию, потому что у меня теперь есть команда за плечами, а не только я одна. Это больше ответственности. Моя жажда внешней какой-то деятельности, она не очень хорошо сказалась на семье, потому что как раз-таки я развелась в преддверии, или в процессе начала своего бизнеса. Мама сейчас помогает. Времени на детей действительно мало, я это понимаю прекрасно, и где-то меня очень сильно мучает совесть в этом плане, потому что часто бывает так, что я работаю по будням с утра и до поздна, там, часов до девяти, и на выходных у меня тоже очень насыщенное, как правило, выходные, это тоже мое рабочее время. Две недели вот в таком диком режиме проработав, я понимаю, что все, я начинаю уже как бы сдавать по детям, что у меня начинаются проблемы с взаимоотношениями, и я умышленно просто себе, там, например, два выходных каких-то беру, или я, там, себе такую неделю выстраиваю, чтобы вечера проводить дома. И, по крайней мере, я стараюсь мало, но качественно провести время с детьми, там, пусть это раз в неделю, там, ну, вот, реально, если, да, то есть это раз в неделю, например, там, два часа, но зато мое внимание будет 100% им принадлежать. Дети хорошие, такие умненькие, понимающие тоже, все надо, значит, ну, да. Личный бренд, я-бренд создается все же самим человеком. Да, вы можете отдать на аутсорсинг часть услуг, но в большей мере ваш личный бренд продвигаете вы сами. Это означает, что ваш образ жизни и ваше поведение не только на работе, не только при презентации услуг, но и вне его должно все же соответствовать бренду. Эксперт, кроме того, что он продвигает, продает, должен делать что-то еще помимо продаж. Он должен выступать экспертом, обучая кого-то, давая бесплатные семинары или мастер-классы, размещая посты не только продажных направлений, но и каких-то ликбезных обязательно, где он рассказывает в общем и целом о своем товаре или о группе товаров. Это подтверждает его экспертность. Но что касается личной жизни, если мы говорим о социальных сетях, как правило, аудитория устает смотреть только товар в ленте Инстаграма. Все хотят видеть немножко человека, а личный бренд – это, наверное, больше именно про человека и про его образ жизни. Именно поэтому лента Инстаграма или любой социальной сети человека, который представляет «Я-бренд», должна быть очень качественно отстроена. Нужно понимать, что часть вашей личной жизни должна быть скрыта от окружающих, а показывать вы можете то, что укладывается в вашу концепцию. Моя цель – выйти на федеральный уровень и на международный. Через пять лет как раз-таки быть не просто авторитет иметь в рамках нашего города, имидж определенный, а уже на уровне международном и провести фестиваль международный в бьюти-индустрии в нашем городе. Пока в небольшом формате это было проведено. Она сама организовала конкурс визажистов. Все-таки в Омске у нас не так много событий проходят, и ты понимаешь, что если ты хочешь, чтобы что-то было действительно интересное и значимое, то надо браться и делать самому. И с детьми еще находят время для этого. Не каждая свободная будет этим заниматься. В нашем городе, несмотря на то, что многие жалуются, что он такой какой-то серый, на мой взгляд, город в сфере именно моды, в сфере красоты достаточно разы. Это у нас очень сильная школа дизайна, одна из сильнейших в стране. То, что даже дизайнеры у нас такие крутые, это тянет вообще очень много за собой сфер тоже к развитию, к тому, чтобы быть на уровне соответствия, в том числе и сфера красоты. У нас есть партнеры, это компании, магазины, которые поддерживают тоже проект на уровне нашего города. Но также я планирую и привлечь и нагородних представителей, и спикеров, возможно. То есть, чтобы это был уже формат не только такой местечковый. Я чувствую в себе потенциал к тому, чтобы это организовать. И возможности все, в общем-то, для этого у нас есть. Поэтому я думаю, что все это будет дать время. Я могу там вообще горы свернуть. Складывается, потому что, конечно, есть кому помогать, хоть и совсем маленькие дети. Если бы, это большое спасибо нашей маме, потому что так бы, конечно, я думаю, что, может, настолько мы не были реализованы. Мне приятно, я горжусь ей. Возможно, что и сама как-то примером была, и работала, и все, и семью содержала. И внуки будут талантливые, потому что тоже с ними занимаются, рисуют, чтобы они были творческие. Лепят без конца, что-то тоже создают. Они находятся опять же в этой творческой среде, в которой мы росли. На самом деле, все в конечном итоге, все, что мы делаем, мы все равно делаем для своих детей. И все, что принадлежит нам, оно на самом деле принадлежит нашим детям. Поэтому каждый новый шаг – это новые возможности, которые, в принципе, моими детьми со временем, они могут быть тоже использованы. Используем. Используем.